Добрый день, с вами компания Kit Finance Broker. Меня зовут Владимир Капустианский. Я представляю отдел доверительного управления. Сегодня мы с вами поговорим о таком продукте, как еврооблигации. В армейской брокерской договоре, как через Kit Finance ООО, так и Kit Finance Европа, наши клиенты могут приобрести еврооблигации российских и зарубежных компаний. Необходимо понимать, что еврооблигация – это ценная бумага, которая выпущена в валюте от отличной валюты от страны-эмитента. То есть, фактически, для российских компаний и государства – это бумаги, у которых валюты выступают доллар, евро, фьюзерский франк и другая. Приобрести ценные бумаги, если в рамках России, то необходимо иметь статус «квалифицированный инвестор», конечно же, необходимую сумму и определить с эмитентом. В рамках Kit Finance Европа статус «квалифицированный инвестор» нет необходимости, но все остальные требования также сохраняются. Для начала я хотел бы обратить ваше внимание на такие понятия в облигациях, как номинал, купон, доходность по гашению, дюрация, периодичность выплаты купона, ну и варианты, возможно, с встроенными офертами. Как вы можете видеть на экране, представлена презентация, которую вы можете получить, если обратитесь к своим салт-менеджерам либо непосредственно ко мне. Большие понятия, что такое еврооблигация. Чтобы было легче общаться, мы перейдем к портфелям, которые предлагаются в рамках презентации, и эти термины, которые я упоминал, чтобы было достаточно легко понять. У каждой из бумаг, которые выпущены в обращение, а все бумаги, они привязываются к биржам, в основном это Люксембург, либо Ксетра, регистратором выступает Евроклир или Крестрим. Но сделки, несмотря на то, что они привязаны к бирже, совершаются на внебиржевом рынке, то бишь между двумя профессиональными участниками. Как еще раз говорил, что необходимо все такое понятие как номинал. Все практически российские евробанды, они имеют номинал в 1000 долларов, либо евро. В иных валютах надо смотреть, например, в швейцарских франках, номинал больше. Есть такое понятие как минимальный лот, то бишь минимальное то количество бумаг, которое необходимо купить. Минимальный лот бывает 100, 200 тысяч, иногда даже и более, но это в основном бумаги, которые выпущены в пользу одного приобретателя. Как вы можете видеть на презентации, минимальный лот у бумаг в портфеле фундамент составляет 100 тысяч долларов. Второе понятие это купон. Купон начисляется на номинал, как я говорил, что в основном все бумаги с номиналом в 1000 долларов, поэтому, соответственно, номинал умножается на процентную ставку, которая была определена в процессе выпуска. И начисляется чаще всего бумаги в 90% случаев, это выплаты раз в полгода. То есть из расчета процента годовых за полгода вы получаете купон. У каждой бумаги есть рейтинг. Здесь в нашей таблице представлен композитный рейтинг из системы выгрызанной системы Bloomberg. Конечно же, не всегда эти рейтинги присваиваются, но в основном у высококачественных эмитентов, таких как Gazprom, Rosneaf, Locoil, они имеются. Доходность погашения складывается в результате всех полученных средств от в виде купонов. Потом это номинальная стоимость при погашении ценной бумаги. И все это приводится к затраченным средствам и временному ряду. То есть фактически, если мы здесь можем с вами видеть, что цена, она указать процент номинала, то бишь, например, у Rosneft 105,38, а купон у нее 7,88, то поскольку вы приобретаете данную бумагу выше номинала, если вы ее продерываете до 2018 года, до марта месяца, то ваша доходность составит 5,75. Это без реинвестирования. Дюрация в данном случае 2,44. Это то есть чувствительность бумаги к изменению доходностей. Если так говорить по-простому, то фактически, если, например, чаще всего у них есть бенчмарк, это американские ценные бумаги, там, 50-летние, и если представим себе, что ФРС повысит учетную ставку, то фактически ценные бумаги должны будут отреагировать на ту величину, на которую повысит ФРС свою ставку. Здесь дюрация не будет учитывать, конечно, геополитические риски. Это в основном вопрос к денежному рынку. В таблице также вы можете видеть дату ближайшего купона. И это важное понятие. Почему? Потому что когда вы приобретаете ценную бумагу, то помимо той цены, которую вы плачете, то бишь, в частности, как я уже говорил, Роснефти 105.38, вы еще должны будете заплатить продавцу бумаги купон, который накопился с момента последней выплаты. И, конечно же, если вы покупаете бумагу, которой последняя выплата была 5 месяцев, 5,5 месяцев, то достаточно стоит подумать, может быть, стоит подождать, потому что ваши затраты, они будут уменьшать вашу доходность погашения. Бумаги не обязательно держать до погашения, но рекомендуемый срок от года. Данный портфель Fundament, если к нему мы вернемся, как вы можете видеть, он сформирован из бумаг, которые являются системообразующими. В принципе, здесь более-менее нормальный уже срок обращения. И я могу сказать, что они интересны с той точки зрения, что у них лот минимальный 100 тысяч долларов. Можно ли купить меньше? Вариант, если у вас меньшая сумма, допустим, 50 тысяч долларов, возможно. Но тогда вы фактически должны будете присоединиться к другому покупателю и так же само фактически вы должны будете держать эту бумагу до погашения, поскольку если еще найти одновременно покупателя, с кем можно будет эту бумагу купить, так как, допустим, лот может быть минимальный 100 тысяч, но вы, если, допустим, продавец согласится продать за 125, либо 150 тысяч, 150 штук, то мы сможем вам приобрести эту при продаже, не так это просто сделать. Хотя, конечно, есть тоже варианты. И не будем забывать, что московская биржа еще в том году запустила, я помню, что более 20 выпусков в обращении, но они пока это не ликвидные. И надеемся, что все-таки будет развивать данную услугу, и бумаги будут не только на внебиржевом рынке обращаться, но и на биржевом. Как я говорил, что есть такие понятия, как встроенные опционы, и следующий портфель, который я вам представляю, называется «Финансовый сектор», он состоит из бумаг, которые выпустили банки, входящие в топ-50, можно сказать, что даже и в топ-10, например, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк. Особенность данных бумаг следующая. Во-первых, это все субборды, так как есть просто банды, а есть субборды, это немножко ниже качества бумаги, и за то, что, если подойти к вопросу, представьте, что вдруг наступает какой-то случай, связанный с ковенантами, условие, когда идет нарушение, прописанное меморандуме, то, ну, либо совсем уж плохая ситуация, имитент банкротится, то ваши права, они будут удовлетворены после прав держателя бумаг простых бандов. Но за вот это право, поскольку вы имеете меньшее преимущество при негативном сценарии, имитент выплачивает, так называемую премию, более высокую ставку по сравнению с иными, аналогичными вариантами выпуска, я имею в виду по сроку, нежели это было бы обычно. Как мы можем здесь видеть, с вами это перпетулы бумаги, в которых встроенный опцион есть, опцион call, то бишь это право имитента на то, что он имеет право выкупить в определенную дату по номиналу, но это не является обязанностью. Хотя здесь как раз, если в основном ставка определяется, она остается постоянной до срока обращения, конечного срока, то здесь, допустим, по ВТБ перпетулу, одна из самых обращаемых бумаг данного класса в России, после 6 декабря 2022 года ставка привязывается к доходности USA Treasuries. И там она составляет ставка доходности плюс 8,5%, что достаточно немало, хотя, конечно же, срок еще большой. Бумаги, по сути своей, если рассмотреть ВТБ, Газпром, можно сказать, даже и Альфа, банк, являются такими привилегированными бумагами, привилегированными акциями, потому что просто срока прописан купон в валюте. Особенность, почему есть такие бумаги, именно перпетулы, было изменение международного законодательства по достаточности капитала, открываем базу 3, и чтобы повысить капитал уровня выше 10%, банкам разрешили выпускать банды, которые будут зачитываться, и тем самым, фактически, что есть у ВТБ, Газпромбанка, Сбер, кто котируется, были данные бумаги, выпущены, и достаточно неплохо котируется. Конечно же, здесь такая особенность, подчеркну, это минимальный лот в 200 тысяч, дюрация, как вы можете видеть, достаточно большая, к ближайшей дате она рассчитывается, и, конечно же, у этих бумаг нет рейтинга, но зато у них достаточно высокая ставка, то бишь, по сути, свои, если так посмотреть на эмитента, вы вклад в банки ВТБ можете разместить, ну, последние ставки, я думаю, что до 5%, и фактически, если вы принесете 200 тысяч долларов, а страховая сумма у нас гораздо меньше, то зачем банк кредитовать за ставку 5, если можно получить 9,5, это если по-простому, но есть определенные особенности по выплате купонов, и в тех случаях, когда банк может не выплачивать, об этом я сегодня говорить не буду, но готов ответить, либо отдельно презентацию у нас даже была, либо советую обратиться просто непосредственно на сайт ВТБ, у них есть хороший такой проспект достаточно понятно, где прописано именно об этих бумагах, практически то же самое по Газпрому. Эти бумаги можно покупать, потом использовать вделка репо, это через какие-то финансы Европы, если вы на России, такое, скорее всего, для физических лиц невозможно, пока по нынешнему заказается, новая компания что-то придумает. У нас, мы именно на Китфинанс ООО приплывать физическим лицам не даем, но все равно советую посмотреть на данные, данные миссии. Следующий портфель у нас это Миттлс Майнинг, здесь представлены компании по сектору, и в основном, если посмотрите, это секторальная принадлежность, как вы можете видеть, здесь тоже известные компании, это все имитерные металлоинвест, Евраз, Нордголд, Алроса. У Евраза данный выпуск, у него есть несколько здесь, купонная ставка 9,5% в год обращения 18-й. Могу сказать, что в начале года, когда доллар был в районе 62, данная бумага стоила 92, и вот как раз благодаря тем операциям, которые произвел Центральный банк Российской Федерации, и ставкам, которые становятся в мире, Cary Trade, бумага с 92 выросла 104,38. Хочу дать пояснение, что это среднеизвешенная для всех этих цен, которые указаны в данной таблице, что среднеизвешенная цена между спросом и предложением. В основном, это, опять же, выгрузка, как вы можете видеть, из Bloomberg, и в основном цена является таким индикативом. На практике необходимо накидывать около 0,5%. Если это хорошо ликвидный выгруз, то практически цена будет близкая между спросом и предложением и узким спредом. Если это все-таки не очень такая ликвидная бумага, Nordgold ликвидная, но все же, то цена будет спред между спросом и предложением варьироваться. Поэтому, когда, помните, говорил, что рекомендуемый срок между инвестицией, по крайней мере, от года, конечно же, резкие колебания, такие ситуации, как связанные, например, с Крымом, либо ситуация, связанная с долларом в декабре предыдущего года, 2014, очень сильно сказались на стоимости, и инвесторы старались в основном избавляться, хотя было хорошее время как раз для приобретения. Я хочу отметить две бумаги в данном списке, это Еврос и Алрос. Алрос котируется компания бумаги, акции компаний обращаются на российской бирже, бизнес на 99%, сейчас пока немного, чуть-чуть поменьше доля, это экспортно-ориентированная компания, несмотря на то, что в целом в мире, конечно, происходит замедление, потребление алмаза, все равно бизнес хороший, и компания стабильно платит, не было просрочено, ничего, выплачивала купон по своим обязательствам. Еврос, как и другие компании этого типа, хотя старается сейчас, основное, что является ключевым, как, например, у Северстали бизнес-модель, это сокращение долговой нагрузки, потому что она была в районе 3,5, сейчас идет на убыль, и получается, что даже несмотря на то, что рейтинг бумаги B+, что не очень казалось с точки зрения международного инвестора привлекательным, но мы, как говорится, знаем российскую действительность и особенности и компанию господина Абрамовича, поэтому на период здесь даже на полгода можно было бы ее рассмотреть. Следующая группа, которая у нас предлагается для вашего внимания, это портфель опцион колл, но он назван не случайно, это бумаги, в которых присутствует опцион колл, могу сказать сразу, что опцион пут, когда есть обязательства по приобретению бумаг, не так их много, но они есть, но уже не такая ликвидность, поэтому, конечно же, все помнят свою, все помнят те доходы, которые были в декабре-ноябре сейчас, и если учитывать еще бывают риски, суммы, то хотят доходность выше балансовского вклада, поэтому рассматриваем те же самые банки, но под другим взглядом. И здесь я бы отметил такой банк, как Сбербанк, сейчас его цена достаточно низкая, и там даже доходность, если посмотреть, здесь она приводится с точки зрения погашения, а если с точки зрения оферты, которые встроены, то она приближается даже к десяти. И Россельхозбанк, как-никак, все-таки государственная структура, можно ожидать поддержки сто процентов капиталом банк, и может быть даже новый руководитель министерства хозяйства тоже будет лоббировать интересы, и в конце концов банк будет показывать реальную эффективность, а не номинальную, можно сказать, нулевую. С другой стороны, я бы подходил к выбору бумаги такого качества с точки зрения купона, потому что, допустим, у Сбербанка пять пятьдесят, и здесь у вас ожидаемая доходность погашения, в экоферте поправлюсь, извините, в районе восьми процентов, а как я сказал, что если смотреть на там даже десяти, то, наверное, все-таки хочется получать высокий доход сейчас, а не потом. Все портфели, которые были представлены, как я говорил, и на практике, можно сказать, что 80%, даже 85% всех евробандов, они номинированы в долларах, но есть, конечно же, и выпуски еврозоны, которые номинированы евро. Для российских компаний это в основном небольшая доля, и здесь у нас присутствует Газпром, Газпромбанк, Мишканомбанк, их всего, по крайней мере, мне по выборке, которая есть, 27, я выбрал четыре. В принципе, я думаю, что это были имиджевые выпуски, компании выпускали для накопления истории, чтобы в дальнейшем, когда ситуация поменяется, ну, даже когда они выпускались, она была, наверное, что можно было деньги занимать под свои проекты на более лучших условиях, как это делают крупнейшие концерны, банки и иные компании. В принципе, основную информацию, которую я хотел вам донести, я надеюсь, донес, что еврооблигации это ничем не сложный продукт, информацию вы можете найти в интернете, по каждой бумаге хотелось сказать еще раз, что есть, например, помимо года, купона, есть айсин, визуальный номер, но дабы здесь не перегружать таблицы, мы исключили эту информацию, но она не секретна и по имени имитента и по дате погашения вы спокойно сможете найти индикативную котировку, например, на борсе к сетре и инвестировать если у вас возникнут какие-либо вопросы, как еще раз вы можете обратиться к вашим клиентским менеджерам либо непосредственно по ко мне контакты свои я сейчас вам покажу по электронной почте либо по телефону и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. На этом все, спасибо вам, удачных инвестиций, до свидания.